здравствуйте с вами канал деревенская жизнь на хуторе дневник казачки я сегодня получила посылку от сайта мини фермер представляете мне пришли вот такие совершенно шикарные фитолампы вот кто меня постоянно смотрит он может быть помнить что некоторое время назад я делала ролик называется я и фитолампы где меня там носилась страны в стороны я рассуждал нужны ли фитолампы как бы продвинутом огороднику я сделал вывод что до нужны видим ребята с мини фермера услышали вот эти мои нравственные терзания и решили меня выручить дали вот мне эти лампы на обзор тем более как бы рассаду нас ожидается много я им очень благодарна мы сделаем отличный обзор сделаем подсветку на всю рассаду расскажем об этом для всех наших зрителей смотрите все конечно у них очень хорошо сделано вы знаете когда искала информацию об этих фитолампах я перерыл очень много сайтов и что самое интересное вот исчерпывающую информацию все то что я говорила в своем под прошлом ролике про фитолампы я нашла именно на их сайте сайт во первых очень хорошо сделан я это упоминала еще тогда когда делать тот тот ролик там очень исчерпывающая информация я там нашла таблицы по поводу того как подвешивают лампы нашла таблицы на какой высоте какая лампа нужна для подсветки рассада расчет количество ламп на единицу площади то есть у них вся эта информация там есть понятно что люди в теме и как бы занимаются этим серьезно и вот видите они не стесняются вернее не то что не стесняются не боятся высылать свой товар на анализ то есть они видимо уверены настолько в результате что они нисколько не боятся что может быть он оказаться каким-нибудь не таким как они рассчитывают лампы приходят упакованы вот в такие вот коробочки то есть после использования их опять можно сюда положить они снабжены радиаторами для того чтобы было охлаждение я когда искала лампы на алиэкспресс попадается много подобных вот вещей но вы знаете у них нет вот таких вот красивых но я не знаю как называется вот этих вот штук диодов круглых у них там такие вот квадратненькие диоды и лампа конечно не так вот красиво смотрится здесь вот есть логотип мини фермера то есть все очень хорошо сделано я считаю что это качественно они будут служить несколько лет про это пишут люди там же продается в этом магазине вот такие патроны причем длина шнура там длину шнура можно выбрать вот я подключил 2 2 лампы я вам хочу сейчас показать как они работают смотрите вот эта лампа bicolor я не буду светить на камеру вот так это красный свет а есть еще полный спектр лампа большая вот так вот совершенно замечательно не будут подсвечивать нашу рассаду я вам еще раз говорю всю информацию по применению вот этих ламп можно найти на сайте мини фермер сейчас мы продемонстрируем у меня есть фиалки которые мне нужно посадить я вот их приготовила но у меня никак не доходят руки это укорененные листовые черенки они видите они уже перерастают и никак никак у меня не доходит руки их посадить вот как только я их посажу в горшочке на фитили я уже не раз упоминала про это что я собираюсь это сделать вот вполне возможно что как какую-то часть растений которые растут у меня в глубине комнаты я поставлю вот именно под эти фитолампы вот это фитолампа который я держу в руках она достаточно мощная по моему у нее мощность 35 ватт здесь вот на коробках написано 36 ватт и она вполне может освещать очень я не помню какой площадь надо посмотреть опять же в мини фермер но по моему полметра на полметра в глубине комнаты давайте их пока выключим я в интернете как-то нарвалась на ролик про китайский способ выращивания помидор и знаете на чем все поймала китайский способ выращивания помидор надо спрашивать у нас у тех которые живут по соседству с китайским теплицами все об этих вещах знают между прочим вот китайские стаканчики вот у нас неподалеку китайские теплицы вот здесь прямо за окном 200 метров они уже это предполагаю что начали сажать рассаду потому что они в своих длиннющих теплицах уже установили вертикальные трубы то есть на отопление которыми они будут отапливать их рассаду и вот-вот они будут сажать уже вот в такие вот горшочки как видите они не похожи на наши они какие-то полиэтиленовые это в этих горшочках мы брали у них рассаду в нашу теплицу высокорослые помидоры и по моему они сажают их семечку прямо вот в стаканчик без всякой пикировки без всяких там но я не буду говорить про методы выращивания рассады вот так делают китайцы потом мы про это посмотрим ну а пока нам нужно сделать стеллаж он уже в стадии так сказать доведение дома так можно сказать полу готов на который мы поставим нашу рассаду она у меня есть и подвесим эти фитолампы а пока до свидания с вами была татьяна канал деревенская жизнь на хуторе дневник казачки складываю назад в коробку чтобы они никуда не делись между прочим посылка от них пришла очень быстро прям можно сказать моментально и знаете самое интересное кто меня смотрит он знает что я вечно мучаюсь когда отправляю посылки что у нас вечно почте нет коробок представляете вот посылка которая пришла она была упакована в такую черную пленку видимо там на почте в москве с этим нет недостатка в этом нет недостатка у нас приходится шить мешки чтобы послать кому-нибудь посылку вот сейчас я все поставлю когда мы сделаем стеллаж и я все это подвешу я вам обязательно все это покажу и кстати говоря знаете что хочу сказать ко мне многие обращались по поводу малины я говорил что весну я посылать не буду потому что мне нужно размножить свою плантацию вы знаете мне надоело снимать на смартфон я сегодня так поняла окончательно и бесповоротно потому что во первых не хватает качества как я уже поняла во вторых постоянно трясущееся изображение но меня уже достала люди тоже это замечают нужно улучшать качество как подачи своего контента и мне нужна камера я надумала купить экшн камеру она как бы стоит денег и поэтому кустов 30 малины я могу продать высылать я их буду в марте стоимость одного сажен с 300 рублей предоплата сейчас на на карту сбербанка кто хочет получить малину пожалуйста обращайтесь ну такое у меня сегодня видео про фитолампы заодно про малину и про смартфон который плохо снимает изображение трясется надеюсь скоро мы это исправим но пока до свидания